Добрый вечер! Мы продолжаем наше пятничное ток-шоу «Повод быть». И сегодня у меня в гостях Светлана Гуляева. Светлана, здравствуй! Добрый вечер! Светлана у нас основательница, да, соорганизатор, ведущая киноклуба «Сёстры по кадру». Очень для меня интересное такое пространство. Свет, расскажи немного про это мероприятие. Для кого, да, какая цель, что вы хотите этим? Для чего это всё сделано? Донести, да. Да, вообще нас, конечно, должно быть двое, нас так двое. Я, Света, и есть ещё Ольга. Мы обе выпускницы филфака классического университета. Хотя, в общем-то, мы не общались практически со временем выпуска, но, как выяснилось, у нас были очень схожие пути, и мы всегда хотели заниматься проектами, направленными на женщин. И мы встретились в прошлом году на фестивале «Вифест». Это такой фестиваль о женщинах для всех, так он формулируется. Мне понравилась сама формулировка. И так как мы были на этом фестивале в качестве участниц дискуссии, определенной дискуссии, мы начали обсуждать, если я не ошибаюсь, там была группа психологической поддержки, вот мы там пересеклись. И мы начали обсуждать вообще форматы психологической поддержки, потому что они могут быть разными абсолютно. Иногда человеку для того, чтобы, ну и женщине в том числе, конечно, для того, чтобы начать говорить вообще, да, то есть высказываться, ну какие-то длеваются ли это условия. И иногда так просто это нельзя сделать, то есть просто открыть рот и что-то начать говорить, это очень сложно. А как же, Света, перебью, прошу прощения, на кухне поговорить, там подружки вот вообще собираются и говорят о своих профессиональных. Это не публичная дискуссия. Это не психологическая поддержка. Да, мы говорим именно о формате публичной дискуссии. Мы тогда, кстати, вот, по-моему, на этой дискуссии обсуждали вообще о дефиците женского высказывания. То есть очень много мужчин, высказывающихся в разных форматах и на разных площадках и по любому поводу. Но женского высказывания, как такового, очень мало, и особенно в публичной сфере. Мы подумали о том, что было бы классно какую-нибудь взять разворот, какую-нибудь тему, почему бы не кино. Тем более, что мы обе очень любим кино, смотрим его просто тоннами. И поэтому поняли, что мы можем это делать. Тем более, что и у нее, и у меня уже были такие мини-киноблоги. Мы начали сначала с домашнего формата, а потом договорились с Центром городской культуры и провели там такой тестовый, что ли, тестовый киноклуб. То есть мы смотрели кино, причем мы выбирали какую-то тему. То есть я подчеркну, что сначала выбираем тему, какой-то разворот, и к нему, к этой теме подбираем актуальный фильм какой-то. Причем актуальный не значит современный, это очень важно. Фильм может быть 70-х годов, 60-х, каких угодно, но тема, которая в нем очень, ну как бы, триггерно подана, да, она соответствует настроениям в обществе, что ли, вот так. То есть, и так мы решили, что мы способны на большее. Мы пошли в киноцентр-премьер, который очень любим обе, и просто предложили вот эту тему. Она показалась программному директору интересной. Мы открыли киноклуб, ведем его уже год. А, Света, скажи, пожалуйста, вот про сам формат. Вот вы приглашаете женщин, смотрите фильм. Да. А что потом? Мы смотрим фильм, причем мы, как я уже сказала, сначала выбираем тему. И фильм. И сначала предлагаем, анонсируем и на сайте киноцентра-премьеры, там у них есть раздел, который так и называется, киноклубы, вот там есть наш киноклуб, там эта тема заявлена. То есть, в принципе, люди, которые приходят, и женщины, и мужчины, у нас нет как бы разграничения никакого. То есть мужчина может тоже прийти не спрятать. Конечно. Это же не женский клуб. Это не женский клуб. Вот так же, как вот фестиваль, да, формулировка, это фестиваль у женщин для всех, в принципе, тоже. Это площадка, которая абсолютно открыта для всех. Только по возрасту есть ограничения, и для мужчин, и для женщин. Но в приоритете женское высказание. Мы так для себя это формулируем. Такие закрепили право больше женского. Ну, я с вами соглашусь, что на самом деле, вот наблюдая общественные деятельности в городе Пельме, смотришь, да, и везде выступают мужчины. Хорошо, вот сегодня мы договорились, что мы посмотрим первую серию фильма, который вышел. Да, сериал. Обычная женщина, да, и мы сегодня вот прямо на примере хотели бы поговорить. Светлана, вот исходя уже из этой серии, вот какую тему мы можем обсудить? Это фильм или какую? Немножко, да, то есть сейчас мы немножко, как скажем, продемонстрируем тот формат, как это происходит у вас на самом деле, да, в вашем клубе. Его, конечно, так сложно в таком коротком промежутке времена продемонстрировать, но обычно это бывает. Вот мы заявляем тему, мы говорим пару слов перед просмотром кино, мы смотрим кино, то есть не обязательно человеку заранее его смотреть, нужно прийти как бы в свое удовольствие посмотреть, это же после работы все происходит. Понятно, да, а потом мы просто берем доску, у нас есть доска, мы на ней фиксируем вопрос, который мы обычно ставим, и летим вот эту формулировку, и потом просто предлагаем, как ведущие, как модераторы, предлагаем какие-то разворота, обсудить какие-то вопросы, ну просто говорим, какой-нибудь вопрос поднимаем. Ну, например, да. Давай прямо сейчас мы и начнем на примере этого сериала. Какой мы можем вопрос обсудить, вот исходя первую серию мы посмотреть успели, да? Что заставляет женщину бросаться во все тяжкие? Потому что сериал, по моему мнению, это вообще во все тяжкие о женщине, вот так, о женщинах. Ну, я честно вот скажу, да, я первую серию посмотрела, вторую не до конца я смогла посмотреть, и у меня, знаете, такое отторжение, думаю, что не живется-то человеку, то есть зачем она это делает, зачем совершать такие поступки, да, то есть я расскажу, что там обычная женщина, у нее цветочный бизнес, у нее семья, нормальный муж, хирург, ну, у хирурга там инришка на работе, но это обычное дело с медсестрой, да? Можно, да, немножко вклиниваться? Для меня вообще это было сериалово-женщину. Такой сексизм, это, он хирург, у него инришка с медсестрой, это обычное дело, ты что сказала там? Может себе это позволить, да, вот, это нормально, как бы, да, так воспринимать. Я договорю, у нее обычная, нормальная семья, двое детей, муж, муж. Инришка с медсестрой, обычное, нормальное дело, он хирург, может себе позволить. Можно я немножко ставлю честное слово? Для меня, например, это первая серия, я тоже посмотрела только одну серию, это не только про судьбу одной женщины, там несколько героинь таких центровых. Очень сильные образы. И я, например, себя, ну, как-то, вот, когда, наверное, каждый, когда смотрит фильм, он с кем-то себя ассоциирует, с каким-то героем. Невозможно ассоциировать себя со всеми героями. Света, с кем ты себя там ассоциируешь? Ой, с кем я себя ассоциирую? Так вот, точно, точно не с женщиной, которая, ну, не с основной женщиной. И почему-то мне очень была близка героиня вот этой девственницы, причем я... Фарфор, фарфор, который аукционирует. В смысле, я имела в виду, не сейчас она мне близка. Юная пастушка, я там так. Да, юная пастушка. Мне именно, у меня сразу откинуло, как сказать, перекинулось мое сознание, именно когда я была в студенчестве, когда действительно в таком уязвимом состоянии находятся молодые девушки, они только закончили школу, да, например, поступают в институт, они, ну, достаточно незащищены материально. Да, конечно. Ну, вообще не походу. Да, они приезжают в большой город. Почему-то вот меня это очень сильно откликнулась история, и как вот она от какого-то собственного отчаяния она пошла на такие крайние меры, потому что в моей жизни тоже был такой случай, ну, не в смысле, что я пошла на панель, а в смысле у меня даже был такой период, мне было лет, наверное, 19, и у меня тоже было такое сильное, такое отчаянное положение, и мне нужны были деньги срочно, и я там оказалась в очень таком, у меня был ребенок уже, то есть у меня там даже был уже почти, по-моему, развод, и, в общем, очень сложная жизненная ситуация, и я, помню, пошла, был тогда такой вот такие объявления интересные в газетах, я тогда маленькая была, не понимала, ну, такой вот, как называется, консумация, что ли, вот такие вот сопровождать мужчин в какие-то рестораны, ну, это как бы типа не про проституцию, а про что-то другое, и я такая, почему, и там такие деньги были заманчивые, а все равно, когда тебе там 18-19 лет, и, ну, сознание работает по-другому, ну, конечно, да, и вот это вот какая-то борьба внутренняя к ценности конфликтов, и вроде бы можно, не можно, то есть для меня это прям вот очень откликнуло с такими воспоминаниями, и я посмотрела, я смотрела на нее вот сейчас в этой серии, и она прям вот, я видела, как вот ее вот эти вот сомнения, как она с собой борется, и вот я помню так же, я пришла на этот кастинг, там был же был кастинг, и я на него пришла, я там стояла, там столько было народу в реальной жизни, но в итоге, слава богу, и победила другая во мне сторона, то есть я не смогла себя преодолеть, я не смогла в это пойти, то есть я, ну, как-то вышла из этой ситуации, я не знаю, как с этой девушкой будет, с этой героиней пойдет, в итоге она на этот шаг или не пойдет, я не знаю, это для меня будет такой интригой. Да, и этот сериал прельщает, несмотря на всю эту мрачность этого, как бы микромира, да, который там, он, почему вообще низкие рейтинги, я читала статьи тоже об этом, об этом сериале. Его раскритиковали? Критики как-то очень, ну, сдержанно, сдержанно, да, относятся к тому, что писать, выдавать какие-то материалы, но вообще у него есть награды, у этого сериала есть какие-то уже награды, и низкие рейтинги, как говорят вот те же самые критики, там, обусловлены тем, что как бы они, с одной стороны, заявили очень интересную тему, как бы и называли это обычной женщиной, например, хотя у меня вот, например, очень смутило это название, то есть я посмотрев трейлер, и вот это название, оно как бы по мне очень сильно ударило, я не хотела его смотреть просто из-за названия, потому что я считаю не совсем обычно. Потому что считаю, извините, это перебил, да, что-то обычная женщина, так фильм называется, обычная женщина, и обычная семья, вот нам так предоставлено. Ну, если убрать вот все, то есть это семья, она бизнесом цветочным занимается, у нее двое детей, девочка учится в университете, другая, по-моему, еще в садик ходит, у нее муж, все хорошо работает, хирурга. У них не все хорошо, это сразу видно с первых минут. Да, видно не все, но как бы со стороны все время думаешь, ну вот зачем она это делает? У меня все время был вопрос, зачем ей это надо? Все, займись с детьми, а она еще ведь беременная. Вот дискуссия была бы посвящена тому, что каждая участница могла бы сказать, зачем, по ее мнению, она это делает, выступить за или против, или просто какую-то гипотезу вынести. И мы эти все вещи фиксируем на доске, мы как бы делаем срез, как бы мини-срез по нашей аудитории, и потом эти тезисы и все это обсуждение фиксируем в наших носителях. То есть, например, наши идуты. Вот, Светлана, смотрите, мы тоже сейчас так пообсуждали бурно, да? Кому-то даже это прямо там где-то екнуло. Этот сериал на самом деле очень много активирует, там очень разные ракурсы показаны. А потом какой-то вы как бы резюме делаете? Да, я вот только что сказала, что мы делаем резюме, действительно. То есть, мы выносим то, что... Почему она так делает? Вы можете ответить на такой вопрос? Я могу свое мнение высказать. Хотя бы, да, на ваш взгляд. Мнение каждого участника, каждой участницы ценно само по себе. Даже если оно там было весьма нелестно как-то высказано. Вот на вашу, вот берем сейчас, да? Как бы вы ее оправдали или осудили бы, вот как женщину? Я вообще не оправдываю, не осуждаю. Мне интересно, что будет дальше. Я могу только так сказать. То есть, мне действительно интересно. Все равно интересно, да. Мне хочется получить ответ на этот вопрос в ходе просмотра этого сериала. Мне захотелось его смотреть. Вот если это мое мнение, то это такой тип женщин, которые такие сильные женщины, которые хотят благополучия для всей своей семьи. Они прям вот... Я просто знаю таких женщин в реальной жизни, которые вот вроде бы все есть. Ну как все есть? Ну чего-то еще мало. Ну обычное. Мне кажется, нет самого главного. Это же очевидно. Это такой бег. Доверие, любви. Она в это все вкладывается, потому что это как... Да, 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 согласна. Вот этих составляющих, которые должны быть как бы в норме, хотя вообще должны... Ну должны быть, да. С точки зрения психологии смотреть, она как будто бы покупает вот эту близость и любовь со своими родными. Ну вот это как бы... Мне так показалось пока. Покупает не в смысле, она специально это делает, просто она хочет настолько, как сказать, удовлетворить их всех потребностей, потому что, ну сегодня, по крайней мере, из одной серии... Ну она себя чувствует пуп земли. Из одной серии, из одной серии я поняла, что вот когда пришла ее свекровь, ты деньги тратишь на право и налево, но она тратит, видимо, она тратит на праздник, на настроение, то есть для нее важно благополучие ее близких. Ну вот девочки, знаете, а мне, честно сказать, вот не хочется фильм дальше смотреть. Я поняла, что она мне вот... Ну она мне... Неприятно. Неприятно, да, она меня раздражает. Займись семьей, ведь у тебя бизнесом займись. Есть чем подзаняться так-то. Ты знаешь, Лен, а мне наоборот захотелось посмотреть. Такие бурные обсуждения. Мы тебя заисковали. Да, бурные обсуждения. Хочется смотреть дальше. Я же действительно не смотрела этот фильм, но мне стало интересно, о чем же вы так бурно говорите. Да я посмотрю хотя бы первую серию. Давайте я буду четвертым экспертом. Давай. Кстати, очень хорошо, что мнения всегда абсолютно полярные, очень разные, и нас очень радует, что, например, приходит женщина, которая вообще на протяжении пяти подряд, а мы раз в месяц, у нас только в раз в месяц проводится киноклуб. На протяжении пяти месяцев ходит, 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 смотрит, молчит. И на шестой раз она начинает говорить. И это самое классное, это самое главное, ради чего все это задевается. То есть все это время она обдумывала? Конечно. Все события, которые там показывали, примеряемости. Но ей интересно, она ходит, и она наконец-то начинает говорить. Так она зреет. Потому что это действительно, чтобы высказать, это нужно сожрать. Девочки, я предлагаю вообще, у нас тоже сделать вот такой киноклуб, потому что, смотрите, как интересно стало. Мы проводим выездные всякие вещи. Правильно, мы не будем жить своей жизнью, сами во все тяжкие не пойдем. Будем подсматривать в сериал, как в замочную щелочку, и размышлять, почему героиня сделала так, а не иначе. Ну, Маш, ну ты... Почему мы сами придем после... Нет, я лучше... Так, Влад захотел поучаствовать в этом. Смотрите, какая профессиональная у нас сегодня модератора. Она ведь сама много не говорит. Она сделала так, что вы прямо сейчас лопнете все. Вот в чем профессионализм. У нас специально было задание именно продемонстрировать то, что происходит в киноклубе. Да, так оно и происходит. Это очень важно, потому что, например, я вот когда просто смотрю, ну, разные же есть сообщества, которые собирают действительно, есть психоаналитические сообщества, разные-разные-разные. Они собираются на просмотр группового фильма и потом это обсуждают. И у всех разный формат. И я, например, ну, у меня времени бывает нет, бывает, что интереса нет, я не пойду. Но вот то, что вот сейчас Светлана нам продемонстрировала, у меня откликнулось. И я бы хотела, например, пойти в ваш клуб, потому что я, например, фильмы люблю смотреть, но мне хочется со смыслом смотреть и как-то действительно, чтобы это было полезно. Вы согласитесь, свое какое-то мнение, впечатлением поделиться. Ну, да, то есть я вот... Я хотела, Светлана Гуляева, спросить насчет ее планов обсуждения нового всемирного, как бы, сериала HBO, который называется «Моя гениальная подруга», снятого по всемирно известной серии книг, квартету, книг, четыре книжки, да, Лены Ферранты, итальянской писательницы. Сериал снят по-итальянски, на диалекте, точнее, миниаполитанском, с английскими субтитрами, я смотрю просто с огромным удовольствием. Я книжку тоже читал первую, до половины, потом понял, что все-таки, наверное, это не для меня. Но этот сериал, Светлана, вы про него, во-первых, слышали и планируете ли его обсуждать? Я сейчас слышу от вас, и я очень зашиваю взгляд, который нам сейчас навязывает свою серию. Хорошо. Но, просто, не только навязываю, я говорю о том, что это новый феномен, связанный с всемирным, что ли, женским интеллектуальным движением, потому что сейчас все женщины мира обсуждают этот сериал, особенно я сейчас читал, они называются Крикэп, то есть пересказы серий, собираются 2-3 женщины в газетах типа Нью-Йорк Таймс, там Атлантик и так далее, и обсуждают каждую серию как явление мировой культуры. Вот, и хотелось бы что-то подобное у нас сделать, Светлана, я вам делаю официальное приглашение. Вы прямо идею, да, подкинули. А провести обсуждение именно этого сериала, хотя бы одной серии у нас, мы посмотрим сериал. Прекрасная идея, поддерживаю. У нас в эфире, потому что выйти на мировой уровень, Лена. У нас, конечно же, Влад мировой уровень. Обыкновенная женщина, слышала про нее, начала смотреть, мне стало так противно на нее, потому что это такая змея, и мы не будем смотреть на эту змею. Ну, я уже сказала, да, про доводы о низких рейтингах, потому что очень мрачно-циничный мир. Смотрите, вроде мрачно-циничный, а сколько рождаются откликов, да, у каждого свое, и это вот ценность-то в том, не в материале, а в том, что откликается на этот материал. Да. Кстати, да, вот это хороший пример. Это очень ценно. Ну что ж, у нас эфир заканчивается, еще раз... Я хотела бы проанонсировать, может быть, мероприятие. Да, конечно, Свет. У нас ближайшие мероприятия, я специально тут открыла, 18 декабря на Киевском киноцентре премьеры в 7 часов у нас будет дневник Бридж Джонс, и тема заявлена «Новогодняя сканска. Поиск принца или поиск себя». Есть что обсудить? Хотя фильм... А, да, я не сказала, или сказала, что у нас есть советская киноклассика всегда в сезоне, есть современные фильмы, потом мы посмотрим в январе мы посмотрим «Масяню», ну это у нас такой экстра, тоже сериал, но анимационный сериал. 15 января советский фильм «Начал», «Сыны Чурика» и «Блестательный совершенно фильм» и порассуждаем о комплексе Жанны Д'Арк «Самореализация или жертва». И, наконец, в феврале «Барбарелла», это французский и итальянский фильм 68-го года «Секс-символ», «Свобода или объективация». А сколько это по формату, по длительности? Сколько это занимает в имени? Мы стараемся подбирать фильм не такой длинный, чтобы у нас осталось время, но обычно это 2,5 часа где-то занимает минимум. Считывать где-то на это, да? Да, то есть это такой досуг вечерний, прям полноценный. Очень сегодня у нас интересная была беседа с Светланой Гуляевой. И, Свет, я благодарю тебя, что ты пришла сегодня к нам на ток-шоу «Повод быть», а мы с вами не прощаемся. Увидимся через 15 минут. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok